Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 января. Память святого Филиппа, митрополита Московского. Святой митрополит Филипп родился в царствующем городе Москве от благочестивых и благородных родителей из славного рода бояр Колучевых. Отец его по имени Стефан принадлежал к числу ближних бояр великого князя Василия Иоанновича. Набожная мать его по имени Варвара окончила дни свои инокинии с именем Варсонофии, за благочестивую жизнь их, во свидетельство их добродетелей. Бог благословил их добрым плодом. От них родился блаженный Филипп, который во святом крещении наречен был Феодором. Родители воспитывали его во всяком благочестии. Когда он немного подрос, его отдали в обучение к книжной, в котором он преуспевал с особенным усердием, чуждаясь в то же время свойственных детскому возрасту игр и забав. Таким образом, Феодор в скором времени постиг всю книжную премудрость и навык в душеполезном чтении. Родители, видя такое доброе его поведение, радовались о том. Спустя некоторое время к Феодору приставили отроков. Отроками называли в Древней Руси младшие члены княжеской дружины. Потом вообще доверенные служители при князе, опытные большей частью и в военном искусстве, и исполнявшие разные поручения своего господина, были свои отроки и у бояр. Для обучения его верховой езде. Но он нисколько не прилежал тому, предпочитая конской езде чтения книг, в которых он находил жития святых и достатчудных мужей, и через то поучался совершенствоваться в добродетелях. Потом его стали обучать и воинскому искусству, но и это не переменило благочестивого настроения его души. Он избегал своих сверстников и их рассеянной жизни. Так что многие удивились такому его благочестию. По смерти великого князя Василия Иоанновича, это великий князь московский, 1505-1333 года, скипетр царства принял сын его великий князь Сия России Иоанн Васильевич, названный Грозным, 1953 года. В 1547 году принял титул царским царством по 1584 год. Скипетр царства принял сын его великий князь. В это время Феодор, пришедший уже в совершенный возраст, был взят ко двору на служение царское и успел заслужить любовь и благоволение малолетнего князя Иоанна Васильевича. Но Феодор недолго служил при дворе, когда он достиг 30-летнего возраста. Случилось ему по особому Божию промышлению, презревшему на нее войти в церковь во время совершения божественной литургии. Здесь он услышал слова Евангелия. «Никто не может служить двум господам». Пораженный этими словами, он размышлял себе, что эти слова относятся и к нему, и решился оставить мирскую жизнь. Вспомнив о Соловецком монастыре, что там добре подвизаются иноки, он вознамерился удалиться туда, сотворив молитву перед святынями со слезами, преподая к чудотворным ракам святых, и, приложившись к святым мощам, Федор пошел с молитвой в путь, тайно от всех оставив царский двор, отечество и родных, взяв с собой лишь самую необходимую одежду. Сначала он пришел в пределы великого Новгорода к озеру Онеги, и там поселился в селении Хижах у одного крестьянина. Хозяин, видя его добрые нравы и смирения, поручил ему пасти своих овец. Так Бог предназначил о нем, чтобы прежде овец словесных, он добре упас без словесных. Между тем родители повсюду разыскивали его, по городам и нигде не нашедшие, много плакали о нем. Благосестивый же юноша, прожив немало дней вышеупомянутом селении, удалился оттуда на Соловецкий остров и был принят егуменом Соловецкой обители, которая повелела ему трудиться в монастырских службах. Он же, оградившись страхом Божиим, с усердием и смирением, с простоте сердца, исполнял все, что ему повелевали делать. Он рубил дрова, копал в огороде земли, переносил камни, иногда на плечах своих выносил помои и исполнял другие, еще более тяжелые работы. Много раз от некоторых изиноков ему приходилось принимать оскорбления и даже побои, но он никогда не гневался и с радостью и смиренно мудрем переносил все. И никто не знал, кто он и откуда. Так искусившись в терпении, Феодор просил игумена постричь его выночество. Он был пострижен выночество с именем Филиппа. Его отдали в послушание одному опытному иноку по имени Ионе, коим он и был наставлен на всякую добродетель. Потом игумен послал его на поварню, и там он смиренно работал на братья, разжигая огонь и рубя дрова. Пробыв довольное время в той службе, Филипп перешел оттуда в монастырскую кузницу, где неленосно трудился, нося дрова и воду. И всеми работавшими на кузнице он был похваляем за свои труды. Тогда, избегая славы, он удалился из монастыря в пустыню, и там, вперив ум свой к Богу, непрестанно упражнялся в одних только молитвах. Так долго подвязался святой Филипп в пустыне, в лесах Толовецких, и потом снова возвратился в обитель к прежним своим трудам. Игумен Алексей, видя его столе совершившимся в иноческих подвигах и украшенных глубоким смирением, весьма утешался им и держал его при себе своим помощником, поручив ему надзор за начальными послушниками. Филипп все это исполнял с ревностью, и в этих трудах провел 9 лет с помоществуемой молитвами и благословением своего Игумена. Потом Игумен Алексей, отказавшись по старческой немощи от управления обители, советовал братья и поставить святого Филиппа на Игуменство. Это было в 1548 году. Но хотя святой и принял начальствование, однако нисколько не изменил своего прежнего жития. Напротив, он еще более усилил свои подвиги и предался еще большим трудам телесным. А когда видел себя хвалимым и почитаемым за это, считал тот тщетным, ибо от юности был украшен смирением. Посему он оставил Игуменство и снова удалился в пустыне, приходя в монастырь только для причащения честного тела и крови Христа Бога нашего. Управлять монастырем стал прежний Игумен Алексей, который через полтора года после того скончался. Тогда по просьбе братьев святой Филипп снова принял Игуменство. Он предался еще большим подвигам и достиг еще высшего совершенства и в добродетелях. Обитель же Соловецкая во время его управления процветала и благо украшалась. Между тем, слава о святом Филиппе дошла до благоверного царя и князя Иоанна Васильевича. В то время митрополит Сея России Афанасий оставил престол. Афанасий, митрополит московский, занимал митрополитчу кафедру с 1564 по 166 год. Царь пожелал, чтобы на престол российской митрополии возведен был святой Филипп. И вот он вызывает святого Москву для духовного совета. Это значило, что Филипп будет обречен самым первосвятительским, что таково желание и воля царя. Православный народ тогда пребывал сначала в мире и любви. Враг же дьявол, видя это, искони, ненавидя истину, воздвиг многомятежную бурю, возбудив вместо любви в православных христианах ненависть друг к другу. При дворе среди бояр начались свары, ожесточенная вражда и всякого рода злоумышления друг на друга. Своим коварством и междуусобиями они в самом царе возбудили сильнейший гнев и ярость. От тех злых наветов боярских он начал бояться даже своих верных слуг, ближних родственников и друзей и был в неукротимом гневе на бояр, видя в них своих врагов и крамольников. И вот он разделил государство на две части, устроив в себе особых телохранителей под именем опричников, которые состояли при особе царя и составили особое управление. Опричники были избраны из князей, дворян и детей боярских. Они имели свои поместья в отведенных под опричину особых властях. На содержание их были назначены даже особые города. Опричники имели свои права и преимущества. Другая часть России получила наименование земщины и отдана в заведование земских бояр для управления общими делами государства и народа. Опричники злоупотребляли данные им власти, угнетали народ, отнимали имущество, сопровождая свои разбои, убийствами и пытками. Царь же верил в их верность и преданность, и потому права на них нельзя было найти. В это время царь вызвал из Соловецкой обители Филиппа. Счастью, приняв его, царь объявил ему о своем желании видеть его на митрополитчем престоле. Филипп по своему смирению отказывался от этого высокого сана, но потом должен был уступить непреклонному желанию царя и был возведен на митрополитчью кафедру. Отказываясь принять высокий святительский сан, Филипп говорил, не могу принять на себя дело превышающие силы мои. Отпусти меня, Господа ради, зачем малой ладье поручать тяжесть великую? Когда же царь продолжал настаивать, Филипп объявил, что исполнит волю царя, но с тем, чтобы уничтожена была опричнина, от которой страдает русская земля. И Иоанн отвечал, что опричнина нужна для царя и царства, так как против него злоумышляют. Святого Филиппа уговорили не вступаться в дела двора и в опричнины и не удаляться с митрополии за то, что царь не уничтожил опричнины, но советоваться с царем, как советовали с прежними митрополиты. Таким образом, святой Филипп оставил за своей совестью свободу и долг печаловаться за невинно гонимых и говорить о правде евангельской, что издавна было преимуществом русских святителей. В первое время все было покойно. Царь уважал святителей и благоволил к нему. Но потом, когда зверства опричников достигли крайнего предела, то блаженный Филипп стал умолять царя прекратить неистовство опричников и обличать самого царя за его казни. Когда царь пришел в сильный гнев на святого, угрожая ему муками и ссылкою, он же, оставаясь непоколебимым, как адамант, пренебрегал царскими угрозами и не переставал высказывать истину. Вражду против святого Филиппа с особенной ревностью возбуждали царя опричники, клеветавшие на святителя, и поддерживавшие царя в уверенности, что митрополит держит в сторону ненавистных ему бояр и служит их орудием. Когда же неистовство опричников стали усиливаться, и царь немало не исправился и совершил взладействие жестокие казни, святитель, испытав недостаточность тайных в разумлении царю, выступил с открытыми всенародными обличениями против него и опричников. При скорби нашлись и между духовными лицами предатели, старавшиеся только об угождении царю. Пимен, архиепископ новгородский, некоторые другие с ним, вместе с царскими советниками, Малютой Скуратовым и Василием Грязным, с их единомышленниками, измышляли против святого различные козни, стараясь низвергнуть его с престола и уговаривали царя своего намерения не оставлять. Таковым были Пафнути епископ Сузарский, Филофей и епископ Рязанский, особенно протеерей Благовещенского собора Евстафий, царский духовник, которого Филипп подверг запрещению за какие-то проступки и который непрестанно доносил царю тайно и явно хульные речи на митрополита. Малюта Скуратов Бельский, думный дворянин, любимый опричник царя Иоанна IV Грозного, память о Малюте Скуратов и его злодеяниях сохранилась в народных песнях и даже самое имя его стало нарицательным названием злодея. Василий Грязный это любимый и доверенный опричник царя Иоанна IV Грозного. В непродолжительном после того времени по доносу лживых свидетелей он послал в Соловки Сузарского епископа Пафнутия и князя Василия Темкина расследовать какова была прежняя жизнь Филиппа. Достигнув Соловецкого монастыря постные стали стараться действовать так чтобы угодить царю. Одних из инаков ласками им с доимством других обещанием высших духовных почестей третьих угрозами убедили они сделать нареканий на святого. Честным же старцам которые говорили о Филиппе правду нанесли тяжкие побои повелевая им говорить о святителе непристойное они же исполненные благочестия все эти оскорбления принимали с радостью и едиными устами продолжали говорить истину о Филиппе что житие его в обители было непорочно по Боге. Мацарские посланцы не хотели о том услышать но сделав что им было нужно возвратились в Москву при этом они взяли с собой игумена Соловецкого Паисия которому обещали епискотский сан и других склеветников лже свидетельствовавших на святого Филиппа. немедленно был создан собор для суда над святителем прибывшие из Соловок клеветники представили царю свитки в которых были написаны их лже свидетельства царь услышав о письменных свидетельствах против Филиппа угодных ему повелел во всеуслышание прочесть их после чего лже свидетели начали словесно клеветать на святителя святитель не оправдывался и стал снимать все знаки своего сана но царь велел ждать судебного приговора на наглые клеветы поисия перосветитель только кротко заметил ему чадо что сеешь то и пожнешь затем обратившись к старю и всему собору он объявил что вовсе не боится смерти и предпочитает умереть невинным мучеником нежели сани митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония настоящего времени после чего стал снимать с себя белый клобук и мантию на другой день когда святой митрополит Филипп священодействовал в Успенском соборе это было 8 ноября 1568 года царь послал туда боярина своего Алексея Басманова с большим числом опричников вошедший в собор Басманов приказал вслух всего народа прочитать судебный переговор о низложении митрополита потом опричники бросились на святого как дикие звери совлекли с него святительские облачения одели его в простую разодранную монашескую одежду позором выгнали из церкви и посадив на дровне повезли в богаевленский монастырь осыпая бранью и побоями здесь святой митрополит Филипп целую неделю просидел в смрадной темнице отягченной тяжелыми оковами и томимой голодом потом он был перевезен в монастырь святого чудотворца Николая так называемый старый недовольствуясь тем что терпел святой Филипп царь подверг пыткам и казнью служивших ему детей и боярских из родственников его Колычев умершлены один за другим десять человек голову одного из них Ивана Колычева особенно любимого святителем царь прислал последнему в темницу святитель поклонился перед нею до земли благословил ее с любовью облабызал и отдал принесшему потом по воле царя Филипп был сослан в Сверхский отрач монастырь причем святые много зла притерпел от приставников отрач Успенский второклассный монастырь находился на Свере основан до 13 века место заключения мученической кончины святителя представляет собой сырой мрачный подвал где всегда господствует сырость мрак и засхлость когда в 17 веке хотели устроить память сраста терпца святителя престол то устроили его во втором этаже и только в 1834 нашли возможным устроить и внизу предельный храм во имя святого великомученица Варвара великомученица алтарь этого предельного храма находится там где под полом было место заключения святителя близ соборного храма на северо-западном углу на месте могиле святого филиппа устроена часовня в соборном храме находится рак святителя филиппа с изображением его и части его мощей прошло около года как святой находился в заточении удручаемый от приставников различного рода скорбями в это время царь путешествуя в Новгород и приближаясь к Твери вспомнил о святом филиппе и послал к нему вышеупомянутую малюту скуратову это был скорее опустошительный набег грозного на Новгород а жители которого был донесен царю что они готовы передать польскому королю продолжение шести недель царь совершал в Новгороде страшные казни от которых погибло несколько тысяч новгородцев и окрестных поселян ограблены были не только жилища граждан особенно богатых но и все монастыри и церкви между тем святитель еще за три дня до этого говорил бывшим при нем вот приблизился конец моего подвига и причастился честных и животворящих тайн Христа Бога нашего вошедший в келью святого филиппа малюта скуратов с притворным благоговением припал к ногам святого и сказал владыка святой дай благословение царю идти великий Новгород но святой отвечал малюте делай что хочешь но дара Божия не получает обманом тогда бессердечный злодей задушил праведника подушкою это было 23 декабря 1569 года между тем врагов святого филиппа восставших на него в скором времени постигло наказание Божие царь сознав свою несправедливость против святого мужа и лукавство его врагов повелел разослать их в заточение по различным монастырям а иных предал смерти архиепископ новгородский пимен сведен был с кафедры спустя только две недели после кончины святого филиппа и подвергся крайнему надруганию после чего заточен был веневский монастырь где вскоре и скончался любимый царский малюта скурата вскоре после своего злодейства был убит при городе торжке пленными крымцами причем сам царь едва избежал смерти игумен паисий заточен был на остров валаамске и там скончался монах зосима еще десять иноков тоже клеветавших на святого филиппа были разосланы по разным монастырям такая же кара божия постигла некоторых других врагов святителя по смерти царя Иоанна Васильевича престола русского царства занял сын его благочестивый царь и великий князь Сеодор Иоаннович царство с 1584 по 98 год седьмой год его царствования в 21 году по представлению святого филиппа игумен Соловецкого монастыря Иаков и братья обратились с молением к благочестивому царю чтобы он повелел перенести тело святого из отрача монастыря в Соловецкий царь дал им на это разрешение и они нашли тело святого целым и неповрежденным так что тленью не коснулась даже его одежды от мощей святого истекала мира и наполнила воздух благовонием честью перенесли иноки тело святого филиппа в свой монастырь и погребли на том самом месте которое сам он для себя для этого приготовил царств неблагочестилищего царя Алексея Михайловича нетленные мощи святого митрополита филиппа честью были перевезены митрополитом новгородским никоном из Соловецкого монастыря в первопрестольную Москву и положены в новой раке в Успенском соборе где и почивает открыто до ныне никон впоследствии знаменитый патриарх всероссийский исправитель богослужебных книг и обрядов перенесение мощей святого митрополита филиппа было совершено в 1652 году память перенесения установлена праздно 3 июля богу нашему слава ныне и пресно и во веки веков аминь во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала